Здравствуйте, друзья! У нас в студии гостья. Так, придвигайтесь поближе, а то вас не слышно будет микрофончик. Гостья, представляйтесь. Здравствуйте, меня зовут Елена. Я живу в штате Коннектикут. Здесь проездом в Калифорнии. Смотрим местные округи, Силиконовую долину, парке. Многие наши зрители спрашивают, я так уже знаю, а откуда вы приехали? Вот я так чисто внешне сказал, наверное, Питерская. Вы откуда? Мы из Белоруссии, из города Слоним. Слоним, это какая область будет? Гродненская. Как там вообще? Или вы давно не были? Была я там четыре года назад. Ну, в принципе, город такой семейный. Все живут, дом, работа, какие-то местные улочки, где люди росли. Вот это дорого сердцу. А так, ну, жизнь как жизнь. Хорошо. Так вы уже сколько в Америке? Сколько? Я очень давно, с 2004 года. Ну, прилично, там 13 лет. Так, а как вы сюда попали? Да. Я была студенткой в одном университете со своим мужем. Мужа показывать будем? Можно, конечно. Покажем. Так, друзья, у нас есть муж. Привет. Вот, представьтесь. Меня зовут Дмитрий. Так. Я из Белоруссии, из города Барановичи. О-о-о. Вот, учился вместе с Леной в институте. Да. Белорусский национальный технический университет. Белорусские кадры, друзья, вот они. Да, да, да. Так, все-таки, давайте к вопросу, как вы сюда попали? Да. Я была студенткой в университете и поучаствовала в программе J1 Work and Travel и приехала сюда. Так. Вот, чтобы поработать, а потом я решила, что я хочу учиться здесь и дальше уже пошел процесс долгий и тяжелый. Так, подойди, а Дмитрий? А Дмитрий? Дмитрий. Я приехал в 2003 году, как студент. Тоже? Вот, да, да. Работал спасателем. Потом переехал в Нью-Джерси с... Откуда? С... Вирджинии. Вот. И начал работать, в начале настройки. Вот. Делал кровлю. Потом начал заниматься сайдингом. Вот. Потом... А Витка, вот программист какой, смотри. Вот. Потом... Он физики и математики очень хорошо. Вот. Потом открыл бригаду, потом компанию открыл свою. Ну и теперь у меня своя собственная строительная компания. Нам народу много у вас? Сейчас 15 человек работают. Понятно. То есть вы генеральный контрактор или у вас какая-то другая лицензия? Нет. Мы идем как Home Improvement контрактор. То есть мы делаем внешние работы. Окна устанавливаем, двери, сайдинг, кровлю, гаттерн... Скажите по-русски сайдинг, кто-то могут не понять нас? Ну, сайдинг это... Так и называется, наверное, сайдинг. По-русски? Да. Виниловый сайдинг так и называется. Ну, вот обшивка снаружи такая. Да. Да. Пластиковая. Вот. Мы очень давно... Я открыл компанию в 2008 году. В принципе, в моем регионе мы самое крупное. Так вы доучились где-нибудь в университетах? Ты или так и остались? Я не доучился, Лена доучилась. Она закончила университет. Так, Лена, но вы вот поняли, строитель, мы поняли, такой строитель, программист. Значит, с виду программист, а так строитель. А вы чем занимались-то вообще? Работать приходилось в Америке? Да. Что делали? Ну, я здесь закончила университет, и я здесь изучала бизнес-администрейшн и также психологию. Вот. После окончания я первоначально работала в школе, вот, как... Педагогом, психологом. Да, как substitute teacher. Вначале, первоначально, первые полгода. Как вообще с меняюсь. Так, кто же это может менять? Сейчас, секунду. Алло? Алло? I'm not calling, you are calling me. Какой-то неправильный человек. Who is calling me? Так. Значит, возвращаемся к вопросу. Значит, что там был за вопрос? Приходилось ли мне здесь работать? Да. Так вот, приходилось ли нам работать в Америке? Да. Да, приходилось. Работала я в разных школах, как substitute teacher, и работать в школах можно, но зависит от города. Так. Если город хороший, и родители уделяют время, чтобы дети учились, это чувствуется, и дети очень спокойно воспринимают преподавателя, слушают его, и, в принципе, хорошая. Не шалявся. Да. А есть такие школы, где видно, что, ну, надо очень сильно заставлять, чтобы учились, вот, они как-то сильно отвлекаются, берут телефоны, слушают музыку. Это коррелирует с уровнем доходов, может быть, расовыми какими-то факторами, да? Ну, это понятно. Хорошо, поработала в школе. Да. А потом нашла работу как ассистент директора по маркетингу в компании, там они занимаются недвижимостью, convenience stores, различная у них продукция. Да, там поработала, потом забеременела, вот, и потом решила, что я хочу сама заниматься ребенком. Там было только три месяца. Но вы как бы сознательно сказали, все, работаем над деточкой. Или уже там Бог послал ее? Нет, сознательно. О, как? Да. Ладно. Так, а как вы попали к нам в онлайновый курс? Друзья, у нас Елена не просто так. Они ехали, конечно, мимо, тут они туристы, но заехали к нам, потому что они нас знают. Лена у нас вот только-только, может сказать, отучилась, скоро будет работу искать. Как вы к нам-то попали? Я нашла ваш канал на Ютубе. Вот, начала смотреть сначала вашу философскую тетрадь и все остальные видео, а дальше я узнала о школе. И в тот момент я как раз работала как Substitute Teacher и искала более, ну, другие возможности. И подумала, что почему бы не попробовать Software Testing. Я посмотрела ревью студентов, которые здесь учились. Все очень довольны. И поэтому, да, я... А говорят, нельзя верить ревью. Говорят, это сами вот могут написать. Вот какая наивная-то. Вы не подумали, вот они сидели там и сами ревью написали, нет? Но вы же интервью снимаете со своими студентами. А, ну это правда. Да, и это уже как-то видно эмоции, как человек отвечает. Согласен. То есть вы не просто почитали, а вы на канале посмотрели? Да, да, да. Так это еще до беременности было? Да, и до беременности я хотела даже прилететь сюда, потому что я думаю, вот мне как-то легче обучаться, когда я вижу преподавателя. Конечно. Я сам такой. Да, и я думала, что вот я здесь возьму Express Full Time программу и выучусь, и потом уже дальше буду смотреть, где работать. Либо в Коннектику, те там, где мы живем, либо где-то еще. Вот. Но потом так произошло, что вот беременность и... Но вы не можете быть очень открыты к переездам. Если у него бизнес, куда же он поедет? Ну, да. Ну, поэтому я как бы, вот, это был такой вопрос открытый. Слушайте, а вот у вас, где вы там живете, у вас нет таких безумных цен на жилье, вот как тут у нас дурдом такой? Ну, таких безумных нет. Под Нью-Йорком. Возле Нью-Йорка, там где Стэнфорд. Ну, Стэнфорд известное место, да. Вот там, где вы живете, вот, допустим, сколько стоит снять, ну, нормальную, нормальную ванн-бэд-другую квартиру? Не, неплохую. Тысяча. Тысяча. Тысяча сто, тысяча двести. Ну, у нас неплохая будет, может быть, там, две двести, две триста. Ну, неплохая, которая, вот, мне нравится, например, тысяча четыреста. А, есть такие? В таком районе, да. Которые недавно были построены, куда-то назад. А, например, вот, я строю, например, одну застройку, там одна бедрумная тысяча семьсот. Да, там есть свой джим, там уже такие все... Слушайте, так вы должны блок вести, как вы строите. Вы же, ну, что, у вас есть пьяные строители, бывают пьяные? Бывает такое. Русские, что? Бывает, да, и бывает всякое. Но теперь такого... Никто не пьет на стройке, здесь, в Америке, никто этим не занимается, все очень серьезно, да. Трудно найти работника на стройку? Очень трудно, очень трудно. Именно так, чтобы умел что-то или что? Нет, я ищу, например, работников, которые ничего не умеют, вот, которые просто хотят работать, заработать денег. Что зарабатывает человек, который ничего не умеет, хочет заработать денег, пришел к вам, вот, что он будет зарабатывать на стройке? На старт? На старт. На старт, я говорю про себя, я плачу 10 долларов на час на старт, так как он ничего не умеет делать, я не знаю человека, как он вообще работает и так далее. 10 долларов в час, он сможет 40 часов в неделю работать? Да. Или 40 не будет? Очень просто, очень просто. Мы обычно работаем с 7 до 5, это получается 9 часов, некоторые работают 7 дней в неделю. А по субботам тоже можете? У меня некоторые работают 7 дней в неделю, я верю своим работникам, они мне просто подают часы и все, я не проверяю. Вот он приехал в 5 часов утра, я не проверяю, я просто верю. Вот он за 10 долларов в час выполняет какую-то совсем простую работу, не мусор, например, в контейнер сваливает? У меня нету такого, у меня все делают специализированную, обычную работу, а мусор убираем все вместе. Ну хорошо, а что он делает за 10 долларов? Он, ну все, начинаю, то есть я его начинаю обучать, например, как там это прибить, старт прибить, корнер прибить, сафит, то выгнуть, там как прибить, как называется этот материал, как называется тот материал. Инструмент, как называется, как с инструментом работать, то есть специфики очень много. Потом я его поднимаю постепенно и специалист, например, зарабатывает 18 долларов в час. Если он, скажем, пару лет поработал, он уже получает 18 долларов в час. Но там нет, скажем, страховки или бенефитов? Нет бенефитов, да. То есть где-то надо еще искать? Да, то есть кто хочет страховку, надо покупать. А потом, если человек хочет свое, он может купить оборудование, вен и работать на здельщину. То есть работа есть? Работа есть. Понимаете, проблема качества. Почему у меня много работы? У американцев мало работы. У меня много работы, так как мне именно звонят, так как я делаю очень качество. Хотя цена может быть не обязательно высокая у вас при этом? Высокая цена. У меня выше, чем у американцев цена. У меня 10%. А, ну 5-10% это почти. А это много. Это много? На доме, например, вот часто я с билдером встречаюсь. Ему, например, даю цену 3200. Да. Например. Да. Он мне говорит, а другая компания мне дала 2950. Да. То есть 250 долларов разницы. Он знает, как я выполняю работу, но он не готов пожертвовать 250 долларов. И он все равно нанимает другую компанию, которая ему не нравится, но 250 долларов сэкономит. Ну, разные люди бывают. И таких очень много, поверьте. Строят иногда миллионные дома и вот экономят на вот таких вот маленьких 5%, там чуть-чуть, там чуть-чуть. И это встречается. Ну, когда свои деньги-то так, конечно, хочешь сэкономить. Вот. А я люблю очень качественно. Вот, например, в этом году мы сделали там кровлю. Плоский руф. То есть было под углом, а вы сделали плоский руф? Нет. Плоский руф, резиновая, очень дорогая крыша. А, то есть вы ее залили этим битомом или что-то там? Нет. Мы эпидемумом такой резиной, которая приклеивается резина на коммерческие крыши. И получилось, она начала, ну, как бы, бубониться. Вот. И, ну, это моя ошибка. Мы взяли, хозяину это не понравилось. Вот, в принципе, все там, не текло ничего, но я все сорвал, все бесплатно. Если какая-то ошибка, я готов потерять деньги. Но. Хочу, чтобы клиент был доволен. Всегда у нас клиент доволен. Всегда. Это, я не знаю, это мой подход такой. Потерять деньги, но клиент пусть такая будет. Ну, на самом деле, люди, которые в бизнесе успешные, а там добрые имя дороже, чем там три копейки туда-сюда. Ну, да. Ну, что же, хорошо. Ладно, давайте мы к Лене вернемся. Я тоже вас не хочу тут мучить. У вас уже ребенок. Мечется. Лялечка, мечется. Сколько лялечки? Один год семь месяцев. О, а уже может что-то сказать? Да. Сегодня в машине говорила апельсин. О. Снова апельсин. 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 Молодец. Апельсин. Молодец. Мы записали. У вас теперь есть документ. Ну, что же. А вы что-то помните из курса или вы все больше на лялечке? Да. Много времени лялечка занимает. Кажется, что вот подрастет и будет как-то больше времени, но на самом деле она растет и как-бы больше появляется других забот. Вот. Но она пойдет в садик, так что у меня будет намного больше времени и я уже могу сто процентов сконцентрироваться. Ну, планы на еще лялечку есть? Да. Так. А вы, если вот так, могли бы, например, так программировать, вы бы двух девочек или там, скажем, смешанный коллектив? Да. Лишь бы здоровый ребенок. Ну, я бы хотел бы мальчика. Девочка есть, но хотелось бы. Иногда девочки бывают подружками. Иногда, ну, для родителей, наверное, вот интересно и мальчик, и девочка. Но никогда не знаешь как. А я, знаете, никак не мог понять, вот когда у меня дочь родилась, тогда еще не было заранее ничего известно. И мне жена говорит, дочь. Я говорю, а что же я с ней делать-то буду? Ну, там мальчик, я понимаю, можно футбол играть, можно там, ну, понятно, чем мальчика занимать там, а девочка-то что? И потом уже со временем я понял, что это фан потрясающий, там можно и косичку заплести. Потом они любят, что им лапшу на уши вешают, им можно рассказывать, что-нибудь такое. Вообще, у меня столько девочек, вы знаете, да, у меня тут дочка и две внучки, и у нас очень такой девчачий коллектив. У моей жены сестра, а у мамы жены, она одна, правда, была, зато этажом выше, их было 11 девочек. 11, то есть там 7-8 поколений без мальчика. Да, я думаю, уже скоро должны пойти какие-нибудь такие, знаете, ведьмы, может быть, так как-то должно там проявиться что-нибудь такое. Как получается, да? Или там эзотерика какая-нибудь, вот. Я хотел как-то мальчика, когда девочка, я думал, ну, хочется все равно мальчика. Вот, а появилась девочка, и я очень счастлив. Известно, что папы девочек очень любят. Такая, как бы, такая связь очень тесная между папой и дочкой. Я могу сказать, что вот есть очень тесная связь между внучкой и дедушкой. Тоже очень интересная связь. Вот я по себе наблюдаю, так интересно. Скажи, давай еще раз, апельсин. 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 Все. Скажи, апельсин. Она сказала только что. Как тебя зовут? Апельсин. Как тебя зовут? Яна. 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 Она сейчас тихо говорит. Да. Ну, видно, что она в таком игривом настроении. Яна. А сколько тебе годиков? Один. Один. Ну, скоро два будет? Скоро, через полгода будет два. Скоро два. Скоро два. Да. Скажи быстрее. Ну, что же, молодцом. Молодцом. Она переносит дорогу нормально? Вот вы так летаете, ездите на машине? По-разному. Приходится играть немного. А по скандалит может? Когда устанет, конечно. Все ласточка. А где вы ночуете по дороге? В гостиницах, в мотельчиках? Да. То, что вот у нас нет заранее забронированных, потому что иногда бывает город или место очень красивое, и мы там проводим больше времени. Да и не надо, тут всегда есть что-нибудь свободное. Да. И мы вот по дороге смотрим, потом прогуглим, что есть в округе, и как долго ехать, цена, и потом уже приезжаем и остаемся. В принципе, отелей хватает. Ну, что-нибудь можете так напутственное сказать тем, кто вас смотрит, может быть, там, землякам-белорусам, те, кто хочет эмигрировать, может быть, или, там, те, кто выиграл, говорят, над лотерею, но не знают, думают, как же я тут буду, как же я обустроюсь, вот, тем, кто, знаете, как, переживает, может, им что-нибудь скажете? Да. Да, надо попробовать. Искать то, что тебе нравится. На месте не стоять. Да. Так, может, у вас со строительной линией какие-то советы? Со строительной не знаю, но так вот целеустремленному человеку я, наверное, посоветовал бы попробовать приехать здесь и реализовать себя. А вот что реально здесь? Давайте так, люди могут иметь самые разные ожидания, но вот что реально, вот что человек может получить? Некоторые спрашивают, а что мне дадут? Вот я приеду в Америку, что у меня будет? Ничего не дадут. А ничего не дадут. Я говорю, например, про себя. Я всегда мечтал открыть какой-то маленький бизнес. Так. В Белоруссии на тот момент, то есть мои родители, они врачи. У меня отец врач, мать врач. Зарплата у них невысокая, в Белоруссии. Вот, поэтому открыть свой бизнес, это как бы, ну, это практически нереально. Так как надо стартовый капитал. В Белоруссии заработать стартовый капитал, ну... Откуда у людей бизнесы? Я не знаю, вот, откуда. У меня такой возможности не было. Я понял, у вас здесь появились возможности, которых не было дома. В Америке, в Америке здесь трудно, тяжело можно работать и заработать стартовый капитал, потом этот стартовый капитал инвестировать куда-то и открыть свое дело. То есть, например, там кто-то там занимается, там, я не знаю, там, кто стройкой, кто там продавированием. То есть, все что. Заработал какой-то маленький капитал, вложил, и ты сам на себя работал. Я понял, вам хотелось на себя работать. Да, и в Белоруссии это было, ну, в моем понимании это было невозможно. Сложно. А те, которые люди не целеустремленные, которые вот привыкли за папой, за мамой, то я бы не советовал. А вот те, которые там думают, может меня на велфер какой-нибудь возьмут и буду там сидеть. Вот именно вот таким людям я не советую ехать в Америку. Я считаю, люди, которые готовы работать, тяжело. Реально. То есть, вы здесь надо. Этой стране нужны, да. То есть, вам будут здесь и хорошо платить и все. Хотя, вот, например, у меня бизнес. У меня каждый год проблемы с оплатой. Оплатой кому? Чего? То есть, мне не платят многие компании. Заказчики? Заказчики. И я с ними сужусь, и это очень все. Сознательно, специально не платят или у них претензии? Многие компании привыкли вести так бизнес, не платить заказчикам деньги. И я очень часто... Не доплачивать или вообще не платить? Или не доплачивать или вообще не платить. Вот, например, в моем регионе есть, если вы посмотрите, есть такая компания Team Builders. Они мне, ну, энную сумму не заплатили. Очень хорошую сумму. В принципе, можно купить в Минске квартире. Но вы можете в суд подать? Это просто хлопотно и денег стоит? Нет, я все это подал, все сделал. Он просто взял и закрыл компанию. Вот и все. Банкрот. Оформил. Только из-за вашего этого иска или у него еще... Еще другая компания. Он многих компаний покидал. Вот. И вот так вот. Потом, например, другая есть компания. Да. Cornstone Construction. Вот. Мне тоже не заплатило. Я выполнил... Я... Мы сделали заправку. Вот. Они не выплатили мне работу. У меня был суд. Все. Я выиграл этот суд. Ага. Он обязан мне выплатить моей компании деньги. Да. И... И ничего. И все. Так минуточку оно начало. И он... Функционирует его компания. Функционирует. Так. Что происходит? Мой адвокат обращается к маршалу. Конечно. Маршал приходит, ищет деньги в его компании, в банках. Да. И забирает эти деньги. Так. Но у него никогда там практически нету денег. Там вот, например, последний раз я забрал 3 тысячи. Полгода назад я забрал 5 тысяч. Но он мне должен намного больше. Я ничего не могу с этим сделать, понимаете? Но ведь должны же быть какие-то, я не знаю, вот какие-то места, где люди обмениваются, как их кинули. И вы можете посмотреть и, например, вообще с ними дела не иметь, если они кого-то раньше кидали. Ну, вот понимаете, вот есть... Я завел эту тему про то, что многие думают в Америке вообще такого не существует. Как это так? А, по-моему, кидал. Выполнил работу. Да. Есть контракт. Я выполнил контракт. Все сделал. И я не могу достучаться до этого, понимаете? Очень сложно не рассчитаться с частным лицом. А не рассчитаться с другой компанией очень легко. И если сумма небольшая, там 10-15-20 тысяч, никто и судиться не будет, потому что оно не стоит того. Да. И это бич бизнеса рекрутерского, когда у тебя берут человека, так? И ты, допустим, пришли ко мне и говорят, Миша, вот там, давай мы через тебя кого-то наймем. И я этому, который на них работает, должен каждый месяц деньги заплатить. Я получу первые деньги за его работу, ну, может быть, месяца через три. То есть он месяц кончился, я заполнил, там, все б***и отправил туда, у них там есть месяц на то, чтобы мне заплатить. Но пока они аккаунт сделают, еще что-то, первый чек там, может быть, через три месяца придет. А я три месяца ему уже заплатил. А дальше они говорят, ну, еще подождите, еще подождите, еще подождите. И кончится тем, что я ему там пять месяцев заплатил. Они говорят, а мы закрыли компанию или там денег нет, там может нас судить, но у нас 300 долларов на счету. То есть это очень много, очень часто я такое видел вот в конце 90-х, начале 2000-х, когда мы занимались, как сказать, боди-шоппингом, да, то есть у нас приезжали ребята, мы их привозили по H1B, сколько хочешь такого было. Да, это обычное дело, это часто бывает. Вот, и теперь у нас идет вот такой вот принцип, любой человек, который нам не заплатил даже 250 долларов, мы все равно начинаем садиться. То есть у меня адвокат станет 3000 долларов, но мы все равно начинаем делать, и начинаем садиться. И, в принципе, мы вот каждый год судимся. Ну, опыт жизненный приобретаете. Да, и начинают многие заказчики бояться обращаться к нам, так как они знают... Недобросовестные заказчики. Будет какая-то проблема. То есть мы как бы фильтруем. То есть вы очищаете свои горизонты. Да, да. А у нас в Коннектикуте такая деревня, там кто-то сказанул и уже все знают. Вот. И многие Белдора ко мне подходили и говорят, ты вот там того засудил, того засудил. Я говорю, да, мы вот этим занимаемся. Вот. Но очень такое. Есть правда в суде, скажите? Есть, но я заметил много людей, они... Вот многие говорят, вот ты там выиграл, ты получишь адвокатские фии, потом... Получишь или заплатишь? Нет, если ты там, например, выиграл свое дело, то тот человек, который проиграл, он погасит твоего адвоката, он тебе там погасит... Это не так. Если, это так, если это прописано в вашем контракте. Абсолютно. Если в контракте написано, что в случае сутяжничества проигравшая сторона покрывает расходы, то да. Но обычно этого не пишут. Да. Я, кстати, вот когда контракты заключаю, я стараюсь включить это туда, чтобы они знали, что если что, то им придется платить за все. И когда люди говорят, нет, мы не хотим такой статьи, я уже знаю, с кем имею дело. Я с ними просто не связываюсь. У меня, получается, когда я начинаю прописывать, никто подписывать не хочет контракт. Вот с этим делом. Да. То есть вот так я вот делаю. А так, в принципе, в Калифорнии мы третий раз. Ну красиво, нравится тут? Мне Калифорния очень нравится. Я думаю, здесь вот люди другие, здесь дух другой, здесь природа другая, здесь люди добрые, открытые. А у вас чего? Они более злые. Да вы что? Да. Другие люди. Как интересно. Лена, вот чем отличается, вот как ты думаешь, Калифорния? Здесь, в Калифорнии, да, люди более расслабленные. Ага. И как-то к эмигрантам здесь относятся очень просто. Тут не то, что вот так, настороженно. Как-то очень... А у вас не настороженность там? Да. Ну как бы там присутствует этикет, что все улыбаются, но как бы... Ты чувствуешь, что это как бы... Ты чужой. Ты немножко из другой страны. Ага. Ну, немножко, да, естественно, ты из другой страны. Но здесь как-то более открыто. Как-то воспринимают лучше. Ладно, ребята. У меня сейчас... Мне нужно собирать актив. Это значит, что я должен приглашать людей на онлайновый урок. Вот видите, там у нас часики. Вот в 5.30 через две минуты я должен начать рассылать приглашение. И те, кто пришел учиться после вас, они ждут этого приглашения. Так что давайте мы пожелаем вам, как бы сказать, дороги хорошей. Спасибо. И вот скоро домой уже, да? Да, завтра. Завтра. Ну, тогда коннектику-то привет. Давайте и нашим зрителям так ручкой помашем. Привет. Пока. 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 Пока.